Всем привет! Ребят, вы попали на наш очень крутой, позитивный канал Даниэль Бойвлог. С вами я, Даринка и Аня. И сегодня мы для вас будем снимать очередное очень веселое, позитивное видео. Аня для вас придумала идею. Сейчас она вам ее расскажет. Так, ребятчики, смотрите, у нас есть вопросики. Например, кто самая больная на голову? И мы показываем, что вот так-то и так-то. Солнышко, допустим, есть вопрос, кто самый красивый? У нас есть три листочка. Короче, этот листочек означает Дарина. Этот листочек означает, что это Аня. Вот этот листочек означает, что это Лера, то есть я. И, допустим, вопрос, допустим, кто самый, кто, допустим, больше всего пьет воды? И мы такие думаем, кто пьет нас больше всего пьет воды? И вот так вот на раз-два-три вытягиваем листочек. А еще, кстати, можете играть с нами. Да, Рио. И потом обязательно напишите где-то в инстаграме Валентины Ивановны или в лайке Валентины Ивановны. Только обязательно подпишите, к какому вы это влогу пишите. Обязательно, ребята. Напишите, я только что посмотрела ваш влог там где-то со смайликами. И я думаю, что там... Первая там Дарина вторая, Дарина третья, Лера четвертая, Аня, потом пятая. Первый вопрос. Кто самая милая? Да. Раз, два, три. Мне кажется, что самая милая Саня, потому что вот она милая, да, девочка. Вот и когда ты так это, то она миленькая. Вот это вот она не миленькая. Знаешь, когда идешь, вот люди идут к тебе на встречу, можешь сразу понять, кто милый, кто там какой-то такой, кто там какой-то такой. Вот ты сразу, когда смотришь на нее, видно, что она милая девочка. В общем, давайте дальше. Кто самая щедрая? Ну, мне кажется, ну, если говорить по факту, то мне кажется, из девочек, как бы, все-таки, блин, самая щедрая у нас, как бы, более пацаны, чем девочки. Ну, допустим, просто ты с нами еще не гуляешь. И смотря, ну как, я, да, я с вами редко гуляю, но все равно, типа, это потому что вы хорошо, как бы, общаетесь, и поэтому, как бы, вы друг с другом, как бы, довольно-таки щедрая, как бы, я с вами компания тоже у нас... Ну, блин, мне кажется, все-таки, давай... Это сложный вопрос. Давайте в нашей компании, ну, в нашей компании, наверное, самая щедрая девочка. Это раз, два, три. Ну, может быть, скорее всего, Аня. Я тоже хотела сначала быть у тебя, вот, и наша компания, вот, и вот, Аня, она щедрая. Скорее всего, да. Я тоже щедрая, но у меня есть люди, которые я не, допустим, зажглоблю что-то дать. Есть, если ты знаешь, я буду жать на что-то дать. Например, типа... Допустим, откусить там дать, я буду жадничать вот этим. А вот есть такой человек, который откусит, да когда на ней все будет? Да, да, вот, согласна, типа, это еще зависит от людей. Так, давайте дальше, следующий вопрос. У кого сложный характер? Давайте, раз, два, три. А, тут все ответили на нас с Лерой. Да. Ну, Аня, я считаю, что они сложный характер, и к ней просто нужно привыкнуть. Ну, ко всем надо привыкнуть просто. Нет, но есть характер, который ты добиваешься, не можешь понять человека долгие года, а есть, когда ты можешь человека прочесть, как за одну неделю. Нет, наша последняя сложность в том, что мы вспыльчивые и прямолинейные. Вот, в чем наша сложность характера. Главное, вот, найти, как бы, как человеку успокоить, и как его, как бы, ну, не дать им повода. А так, в принципе, скажу, у всех сложный характер, у каждого человека. В общем, давайте дальше. Кто красивее? Здесь, наверное, понятно, да? Сразу. Смотри, раз, два, число. Да, мы все красивые прославим, потому что у каждого есть какая-то очень красивая числа. Вот, допустим, у Дрины очень красивые волосы. Вот, с помощью ее волосы она вообще очень красиво выглядит. У Ани очень красивые глаза, у нее лесницы большие. Лесницы большие. Да, я тоже очень красивая. У меня это очень красиво, у меня фигура есть красивая. У меня волосы, конечно, я волосами не горжусь глазами, у меня тоже небольшие. Но вот, когда личико с фигурой, оно смотрится очень красиво. Ну, в общем, ладно, давайте дальше. Комплектация, так сказать. Кто постоянно на позитиве? Давайте, раз, два, три. Не зря тут нарисован смойлик, веселый. Но мне кажется, да, это Лера все-таки, она, наверное, мне кажется, самая веселая такая. Да, я всегда, я очень позитивный человек, я не люблю... Там, он что-то сидит, скучает. И мне бесит люди, когда такие сидят. Что у вас тут ничего? Ладно, давай следующий вопрос. Он тебе ничего не говорит, я такой, что с этим ничего? Так, давайте дальше. Кто добрее? К кому? Давайте, например, к животным. Хорошо. Окей, давайте. Раз, два, три. Я тоже так же выбрала. Мне кажется, что там все-таки следы... Нет, я не знаю, почему вы так считаете. Нет, допустим, когда я прохожу, смотрю даже не по ситуациям, просто у меня, когда кот появился, я, кстати, его подобрала на улице. И, ну, как бы, он сам по себе, у него, он очень сложный. Да, да. Ну, блин, он много делает гадостей. И, как бы, кстати, а хочешь прикол? Вообще говоря, то, что животные похожи очень сильно на своих хозяинов. В общем, лаки на тебя тоже очень похожи. В общем, я хочу что-то же объяснить. Почему я, допустим, считаю, что я очень добра к животным, ну, это лично мое мнение. Ну, допустим, не то, что, ну, как бы, я иду пульс, я не могу так подойти к животным, там, пожать или еще что-то. Мне, вот, допустим, жалко, когда вот я иду в магазин, там, у меня есть деньги, иду этот, и возле меня там какая-то собачка троется. У меня был такой же не один момент, я пойду, куплю корм, я насыплю этот корм в собачки, это, и я вижу, как еще подбегает еще. Я просто понимаю, что у нее уже финансово не хватит прокремить все устали собак. Хотя мне очень жалко. Мне очень жалко животных, я бы всех котов забрала к себе домой. Я не выбрала Аню. Ну, как, это не к этому ситуацию? Нет, я просто не замечала, как Аня добра к животным, вот. Нет, типа, мне кажется, тут все добры к животным, но, по крайней мере, просто, я хочу обязательно вам рассказать эту ситуацию, понимаете? Давайте есть кот, и получается, все, Дарина, давай укусить Аню за нос, он открывает рот, Аня в рот, держит в рот и крикает ему в рот. Вот, я помню, когда Дарина, она постоянно свою собаку... В общем, я скажу так, можно без перебивок? В общем, каждый издевается над своим товарищем животным. Немного так, в шутку, но вот, что вот, она очень любит своего кота, сколько бы он гадостей ни делал, ребята, ну и честно, он все хочет, он технику, он обои, он все это просто держит в коже. Она вот ругает, а потом, котечка, котечка, просто почему к животным? У тебя есть один кот, ты к нему очень добра, а вот к остальным животным я не замечала. В общем, ладно, давайте дальше, следующий вопрос. Ну, не замечали, так не замечали. Да, все, так, кто смелее? Хорошо, давайте. Кто рискован, кто смелее? Раз, два, три. Наверное, в ситуациях это Лера. Да, я очень рискованный человек вообще во всем, типа, там, пойти спрыгнуть в дерево, это вообще без проблем. Мне нет чего-то там страха, особенно, когда меня берут на... Ну, в общем, на слабую, на слабую, на слабую. Да, вот. Кто на иглу? Я. Кто, 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 кто? Я на иглу, банан, это все, я люблю экстрим. Мне тоже, это очень нравится экстрим. Мне нравится экстрим, но когда я понимаю, то, что это может реально быть довольно-таки безопасным, ну, опасным для меня, то я скорее откажусь от этого. Но когда я понимаю банан, мне очень нравится банан, плюшки, иглы, мне это все, мне очень нравится, я понимаю, что это безопасно. Но, по крайней мере, рискование, мне кажется, в некоторой ситуации все-таки и мы с тобой тоже. Ну, например, я рискованно очень сильно, когда, например, какие-то разборки, я не буду пойти к какому-то взрослому мужику и с ним разобраться. Если он, например, там что-то сказал, вот, типа, в такой ситуации я пойду и... Ой, тихо. Пойду и реально разберусь, потому что какого черта ты что там ляпнул, сделал или сказал. Ну, в общем, вот в такой ситуации я пойду и разберусь. А я просто, если человек начинает на меня наезжать, я просто подойду, ну, что-то говорю, зачем вы это делаете? Я вам что-то похудела. То есть она сразу наезжает на нее, наехали, она нажает на него в ответ. А я сначала разберусь, типа, почему так-то, так-то и пытаюсь договориться с собой. Ну, хотя раньше, раньше Лера тоже, скорее, наверное, была более вспышливая в этой ситуации и такая, сразу пошла. Ты нам того разберется! А сейчас она более, мне кажется, может быть, она более уже, как бы, повзрослела, скажем так, и поэтому... Так, да, давайте дальше. Так, кто больше любит готовить? Ну, или кто чаще готовит? Давайте, кто чаще готовит. Давайте, раз, два, три. Ну, мне кажется, это Аня. А, мне кажется, что это я. Я готовлю очень часто, потому что мои родители очень на работе, у них постоянно работают, и мне как бы надо готовить для них кушать, я постоянно готовлю для них кушать. Вот. Пойдем посмотрим в холодильник. Ладно. Просто, да. Дальше. Так, кто хорошо рисует? Хорошо, давайте, раз, два, три. Да, мне кажется, тоже, что это Рина, она хорошо рисует. Она хорошо рисует, она красиво это делает, и хорошо рисует. Так, мне кажется, следующий вопрос. Кто чаще всего обижается? Раз, два, три. Я три лица. Я больше, что ты стоишь. Они две обижаки, они постоянно обижаются. Кто-то говорил! Серьезно, ты пошла сегодня с ней гулять, меня не позвали. Нет, меня бесит не то, что когда-то меня куда-то не зовут гулять, а когда от меня скрывают вот это вот. Вы знаете, вот, когда, допустим, я переписываю с человеком, и, допустим, Аня говорит, что она дома, да, а потом я узнаю, что она была не дома, вот это мне бесит, на это я обижаюсь, зачем им надо было брать. У нас уже был такой конфликт, разборки, когда я говорю, Аня, будешь гулять? Нет, не могу, мне сиди в уроке, а потом оказывается, что она гуляет с другой компанией. Конечно, не было обидно, конечно, я и обиделась. Я тоже часто это вот обижалась. Давай. Ну, в общем, ладно, давайте следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Кто любит покушать? Раз, два, три. Жалко, что нет моей подруги, Насте. Так, мы сейчас бы поднялись за Настей, честное слово. Мне кажется, что это Дрина, она считала, она постоянно, она всегда что-то точно. Даже сейчас, смотрите, я сейчас просто покажу, она ко мне домой принесла себе печеньки. То есть, по дороге, она не плачет кавала. Тоже приходит, да, она приходит ко мне с пачкой чипсов. Ну, то есть, постоянно она что-то точно. Ну, вот такого плана, да, а вот, ну, нет, ну, допустим, я люблю, тут уже домашнюю еду, когда мне поставили вот тарелку борща, я ее съем. А вот мы с Аней, например, этого не съедим. Я вам объясню, почему. Они были, любят такое, типа, фастфуды, перекусы. Нет, кто за фастфуд, это сразу пишет Аня, кто за сладкое, пишет Дарина, а кто за ЗОЖ, наверное, Лера. Нет, мне кажется, вы не за ЗОЖ, а все нормально будет. Макдональдс у нас постоянно только одна Лера, получается. Нет, 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 вы о чем? Макдональдс это у нас Аня, да, то, что когда мы до нее откидали на фабрике, я говорю, можно мы поднимать? Нет, мы поднимем. Мы же были на фабрике, в итоге я пошла с подругой в магазин. Купить булочку. Ну, да, я купила себе булочку. Я говорю, ну, так что, я купила просто в магазинчике салата, а она такая, ну, что я подниму домой? Аня, нет, какой домой? Макдональдс, Макдональдс. Ну, в общем, как-то так. Давайте дальше. Так, девочки, давайте дальше. И кто самый, кто из нас самая крикливая? Давайте. Раз, два, три. Все трое. Двое. Трое. Одна, каждую в какой-то степени. Вот они, почему я хочу объяснить, вот они как крикливые сами по себе. В каком-то разговоре вообще они очень крикливые. Я не люблю шум, я люблю более разговорить вот так вот. А когда мы даже как-то смеемся, постоянно кто-то пытается друг друга перебить, это создается огромный-огромный шум. И перекричать. А вот в каких-то сорок каждый из нас очень голосливый и крикливый. Особенно, знаете, когда он начинает ссориться, я с человеком ссориться, он начинает на меня орать, а я еще больше на него ору, и хочу доказать свою точку зрения, меня никто не слушает, и я начинаю орать еще громче. Упертая очень. Да. Давай дальше. Да, это тоже упертая. Так, да, согласны, это тоже. Это тоже. Так, кто самая ранимая? Раз, два, три. Мне кажется, что там идут как бы все тряпы. Я скажу так, я объясню свою точку мнения. Если бы это было бы немного раньше, я бы никогда бы не проголосовала, то, что Лера самая ранимая. Но мне кажется, в последнее время у Леры какие-то сдвиги пошли. Она реально в последнее время ее очень легко довольно-таки обидеть. Ну, смотри, да. Нет, у меня есть просто те люди, которые мне реально какое-то ихнее слово или какое-то ихнее мнение будет обидно. Мне кажется, у каждого есть такого человека. А есть, допустим, вот, допустим, как они, их может, ну, не то, что любой, просто в какой-то споре этот человек начнет как бы обижаться и быть ранимым. Вот. Дайте дальше. Так. Еще зависит от человека, который тебя это скажет. В общем-то. Кто любит подписчиков больше? Раз, два, три. Ребята, мы вас все очень любимы. По-моему, здесь было и так все ясно, кто вас любит больше всех на свете. Вы к нам подходите фоткаться, для нас это очень приятно. О, это так мило. Да, только мы очень злимся, когда вы фоткаете нас, когда мы там сами по себе и вы на с углах фоткаете. Потому что, знаете, так неприятно, ты сидишь, кушаешь, например, допустим, и вот это происходит все. Ну, ребят, мы все прекрасно видим. Мы тоже не тупы и мы видим, как вы нас фотографируете. Да, просто был момент, когда я кушаю, как бы, ну, перед едой и сидит напротив, ну, как бы, не напротив девочки. И они такие, ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я такие, ты с твоей телефон давай. Ну, мне это не очень приятно. Лучше подойти и сфоткать, я буду с тобой очень мила и добра. Ну, как бы, с удовольствием с тобой фоткать. Я вспоминаю тот момент, когда вроде бы мы снимали видео и получается, там какой-то мальчик проезжал и вот далеко отъехал на велосипеде и начал фотографировать. Я поворачиваюсь и начинаю специально базировать, потому что я понимаю, что как бы, ну, фоткает. Лучше подойдите вот так. Не стесняйтесь, мы вас не укусим ни в коем случае. Да. Кто подпишется на канал? Готовы, давайте. Раз, два, три. Вы! Ребята, это вы подпишетесь на наш канал. А знаете почему? Потому что мы вас любим. И, кстати, не забудьте нажать на колокольчик, потому что мы старались и сняли для вас это очень крутое видео. Реально, мы стараемся для вас. Стратим свое время, тратим, между прочим, свои нервы, потому что мы всегда спорим, какое мы видео будем снимать, что мы будем снимать. А мы вас любим. Все. Пока!